Всем привет! С вами я, Виктория Исаева, писатель и видеоблогер. И я, Алексей Красиков, когнитивно-аналитический психотерапевт. Говорим о наболевшем. Да. О наболевшем. Вот должны были мы изначально с Алексеем говорить о неврозах, но как-то я с этой темы плавно съехала на тему оргазмов. И мы решили совместно для вас записать серию видео, которые вы теперь будете видеть регулярно на наших каналах. Попросим вас заранее комментировать видео и просить о каких-то темах, которые вам будут более интересны. Но начнем мы с наболевшей истории, которой я уделяю огромное количество времени своей клиентской практике. Да и Виктория... Я тоже уделяю огромное время своей личной практике. Да, да, да. Оргазмы. Самое святое. Да. Тема сегодняшнего ролика – это оргазмы. Почему их нет, и что вообще происходит, и что с этим делать. И где взять. И как быть обычно. Знаешь, это любимое. Как быть. Где взять оргазм. Где взять... Да. Хорошо. Алексей, ну вопрос ребром. Если у девушки нет оргазма с данным конкретным мужчиной. Вот возьмем узкую ситуацию. Не он был, да? В принципе, она знает, что такое оргазм. Может быть, даже очень хорошо. Может быть, у нее с кем-то бывало в каких-то ситуациях. Но вот сейчас конкретно в отношениях как бы оргазма нет, а человек хороший. Давай с тобой уточним. Во-первых, надо понимать, что у нас есть как минимум два вида оргазма. Это оргазм стимуляции клитора, да, так называемый клиторальный оргазм. Оргазм вагинальный. Мы о чем говорим? Ну вот чисто с женской позиции. Если у девушки есть хотя бы один какой-нибудь тип, обычно она сидит и не отсвечивает, и не заморачивается, и не вякает. Вот какой-нибудь есть, и спасибо. Давай говорить про самый сложный, про вагинальный. Потому что с клиторальным будет попроще, да, там, сейчас мы об этом поговорим. Про вагинальный. Вот у нее с парнем предыдущим был, а с этим не было. Что происходит, почему такое бывает, да? А ты сама вот как думаешь, часто ли у девочек действительно нету вагинального оргазма? Вот с твоей точки зрения. Судя по тому, что мне пишут, часто. Если клиторально еще как-то, да, все нормально, то с вагинальным как бы все сложнее намного. С моей стороны еще все сложнее, потому что я же работаю с людьми, у которых актуализирована невроза, да, тревожно-фобические, панические, вегетативное напряжение. И это вообще в 95% случаев они наблюдаются. Но если мы говорим про вагинальный оргазм, там, клиторальный еще так или иначе, да, а с вагинальным вообще большая проблема. Ну, давай по психологии. Допустим, у девушки с физиологией все нормально. Ну, во-первых, надо понять, что если мы говорим про вагинальный оргазм, да, то мы говорим о трех очень важных факторах, которые должны обсуждаться и анализироваться, и пониматься вообще при теме, вагинального оргазма, если был. Во-первых, первое – это психологический фактор. Это фактор номер один, который касается именно оргазма. Потому что физиология у девочки такая, что она не может сокращаться, если у нее есть сильное внутреннее напряжение. Внутреннее напряжение может возникать, потому что у нее есть страх заниматься сексом, потому что у нее есть вот этот наш с тобой любимый ВСД или кардиофобия, да, где она боится, что любая активность разгонит ее, там, сердце, давление, и она умрет во время секса, либо ей это будет опасно, либо ее накроет паникой, и она произведет плохое впечатление, от этого у нее возникает напряжение, и она, естественно, кончить не может, какая там, там, пустыня Сахара, да, либо она просто боится про эти плохое социальное впечатление, и она лежит так вот, моргает правильно, знаешь, чтобы только правильно лежать, правильно дышать, не дай бог, репетируется выражение лица, а ты, это хорошо, это нормально, да, да, вот, и здесь тоже не будет расслабления. Либо это история именно вот такого внутреннего социального страха, что она занимается плохим делом, что она рано дала, что это неправильно. Проще говоря, про напряжение именно эмоциональное. Второй фактор – это фактор физиологический. Физиологический фактор, ты вот сейчас поймешь, о чем я говорю, мы относим посадку матки и специфику ее иннервации, вообще рецепторов, ну и сюда же травматизацию. То есть, может быть, девочка получила травму позвоночника, у нее отключились определенные иннервации. Это вот, ну, редкие такие вещи. Но это совсем пожестное. Но это пожестное, такое бывает, что у нее просто была травма позвоночника, у нее не нервируется больше нижний таз, вот эта вот анусо-вагинальная область, да, и все, начинаются проблемы. Также физиологически мы говорим про высоко посаженную матку. Да, просто может быть так, что у ее бывшего парня был аппарат, и он доставал до входа в маточную шейку, да, вот эту вот такую зону, где и больно, и приятно. И именно это вызывает очень сильный оргазм, именно сокращение внутренних мышц. А у вашего сегодняшнего парня либо инструмента не хватает, буквально там 1-2 сантиметра, как обычно, знаешь, это решает постоянно. Это постоянно, да. 1-2 сантиметра решает очень многое, всегда в авариях, в сексе. Вот 1 сантиметр, ты прям чувствуешь, что вот оно, но тебе не хватает этого сантиметра, ты же блядь, да? Нет, ну на самом деле, я думаю, что наши зрительницы более замороченные. Физиологически это можно все, можно критеральным перебиться, можно оральным сексом перебиться, это не такая проблема, как психологическая. Потому что если тебя в голове заклинило, тебя ни критерально может, ни вагинально, ну давай вот прям предметно, прям перейдем на личность. Давай. Допустим, я среднестатистическая девушка, и я встречаю такого вот далеко не среднестатистического парня. Который тебе симпатичен. Не просто симпатичен, он охуительный просто, вообще четкий, вот все, что надо, не придраться. Как я могу с ним расслабиться? Как я могу с ним позволить себе там отпустить контроль, вообще на все забить, на выражение лица, на позу, на качество своей эпиляции, я буду переживать за глубину минета, там за попу, которую я не прокачала к этому лету, еще что-то. Это еще я, допустим, нормальная девушка, а там чем дальше, тем хуже. У меня так в жизни комплексов нет. Но рядом с охренительным мужчиной они могут резко нарисоваться так. Слушай, а все девушки переживают, за глубинами минета. Я не знаю, но я бы переживала. Я смотрю на Сашу Грей и понимаю, что мне еще так много нужно к чему стремиться, и еще заворажение лица во время этого дела. Ты описываешь конкретную историю, да, с точки зрения психологического, и проблемы отсутствия оргазмов. Мы говорим про анаргазмию, да, мы поговорили о том, что есть физиологические особенности, это травмы, физиология, поднятая матка и так далее. Сейчас мы к психологической, да, перешли, к самой важной. Вот ты сейчас иллюстрируешь ситуацию, где девушка слишком хочет понравиться, и у нее в голове есть такие убеждения, я не должна, иначе это ужасно, я должна все контролировать, я должна понравиться. Если так, то это ужасно, то с ней в голове много катастрофизации, много перфекционизма. Это естественным образом будет спазмировать все ее напряжение, создавать напряжение, и она не кончит. Потому что слишком драматично видят последствия от того, что будет, если вдруг недостаточно хорошо. И вот работа с этими драматическими последствиями под названием самоосуждение, под названием «это ужасно, если так будет». То есть мы работаем в нашей терапии с драматизацией последствий, а так ли ужасно, если ему там что-то не понравится? А действительно ли это так вот прям драматично? Это мне сейчас Красиков-психолог говорит, а Красиков-мужчинок, что мне скажут? Вот если у тебя будет секс с девушкой, и будет ну так, не айс, ну будет не айс, что ты потом позвонишь ей и хочешь сказать? Вот если не айс первый раз. Если ей не понравится. Да, ну как-то, ну, знаешь, как говорят, первый пробный блин комом. Мы с тобой просто познакомились, у нас с тобой завертелось, мы оказались в горизонтальном положении, либо мы с тобой все-таки выстраиваем какую-то историю. Нет, выстраиваем, ну, девушка, если у тебя встретил, охренеть его мужчину, она выстраивает. Тогда Красиков-человек будет говорить о том, что, а что ты такая напряженная, что ты боишься? Красиков-человек с тремя психологическими образованиями будет говорить. Я буду говорить о том, ты, похоже, ты очень напрягаешься. Наверное, ты хочешь произвести какое-то правильное и хорошее впечатление. А ты думаешь, ты это поймешь по девушке? Если говорить про меня, то я пойму. И я ребятам рекомендую наблюдать за своими девчонками. Если видно, что она напряжена, и она очень хочет понравиться, и она прям вот очень старается, скорее всего, она не будет кончать. Да она и хотеть не будет кончать. Она говорит, лишь бы ему понравиться. Лишь бы ему понравилось, я там буду, да, и так далее. Только бы. Вот здесь парень должен взять инициативу в свои руки и ее расслабить психологически. Не только массаж тела можно сделать в начале, к телесному моменту перейти, к моменту морального секса, но и психологически. Главная задача парня – это дать ей понять, что ей не надо стараться. Знаешь, в чем прикол? Что девушка такого типажа, я это называю девушкой гейшей, она служит мужчине. Компутка, все. Да, хрен она тебе даст, ей массаж делать. Она скажет, дорогой, ты ляг, расслабься. У тебя тяжелая работа. Давай я покажу тебе, чему я научилась в Таиланде. Ну, такой девушке не будет жалов. И кунилингус я не очень люблю. Минет меня возбуждает намного больше, ты знаешь, кроме шуток. Это та. Ну, тогда жалоб на оргазм не будет. А мы же с тобой хотим... Она будет, но они не будут озвучиваться парнем. Да, но мы... Она придет к себе на прием и скажет, блин... А давай... Вот девушка гейша, она жаловаться не будет, как правило. Либо она будет стараться-стараться, и все не кончать, это подорвет их отношения. А вот мы говорим о девушке, которая как бы хотела бы кончить, но вот эта сила желания понравиться не дает. И мы здесь будем работать как раз с желанием ей понравится, ему понравится. А действительно ли будет так ужасно, если ему что-то не понравится? А действительно ли ты плохая, если ему что-то не понравится? Ну, было бы, давай допустим, что он там разочаруется, и там что-то ему не понравится. Так ли это драматично? Как мы можем с этим поступать? То есть любая интервенция психологическая сюда будет касаться последствий самооценки. А если у девочки с самооценкой базовый подрыв, конечно, она никогда не кончит. Все девчонки с энергозмиями, это, как правило, девочки, у которых проблема с самооценкой. А секс, вот то, что ты сейчас говоришь, рассматривается как некое соревнование. Нормальная она, типа, или ненормальная. И она никогда не кончит. А она не кончит, она скажет, что я точно плохая, потому что я еще не просто по умолчанию, а я еще и не кончаю. Знаешь, да, о чем мы думаем? Мы думаем, что априори девушки, которые испытывают оргазм всегда, везде, с кем угодно, вот так вот, как орешки их щелкают. Они более привлекательны для мужчин, это так? Чем девушки, которых там сложно как-то что-то, надо их от психотерапиздить, еще что-то. Здесь, знаешь, наверное, ты про что? Ты говоришь про мужское самолюбие. Когда он видит, что девушка изгибается, там, брызгает, там, на обои, да, и ему, и он просто вот говорит, блядь, это я. Он, да, включает гориллу, да, дохлую, но он говорит, это я, я ее довел, вот все. Ну, это чисто самолюбие, чисто эго мужское. Чисто визуально, как ты считаешь, может мужчина почувствовать, вот эта женщина, она как бы оргазмична или не особо? Визуально не знаю, ты знаешь, в нашей науке есть такое понятие, как проекция. И я 7 лет вот занимаюсь преподаванием, да, когнитивной терапии, я занимаюсь трессоустойчивостью, я учу своих клиентов не делать выводы, потому что очень много выводов по фото. Ну, типа, блондинка у меня была ночью, а блондинка, значит, это тоже будет. Вот обобщение, знаешь, вот моя вот кончала от этого, а ты что не кончаешь, да, вот эти все странности, они как раз вот из истории обобщения. А давай проверим. Давай. Эксперимент научный. Я тебе покажу фотки девушек. Это все мои близкие подруги, я реально очень хорошо знаю их историю, знаю, кто из них кончает, кто нет, кто сама и кто с парнем. А ты попробуешь угадать, чисто интуитивно. Мне интересно, видит ли это мужчина или нет. Ты понимаешь, что это напрямую сейчас будет просто пальцем в небо. Да, ну, просто, мне просто интересно. Я бы сказал сразу, сколько у меня времени прошло, секунд 15, да, что кончать вторая и четвертая. Мне кажется, проблема с оргазмами у третьей девушки и проблема с оргазмами у первой. А вот вторая и, где она? Четвертая. Да, вторая и четвертая здесь, здесь, да, вот эта девушка, скорее всего, будет мастурбировать, а четвертая девушка, скорее всего, тоже. Близко, да, 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 то есть получается, ты подтверждаешь мою теорию, что мужчины инстинктивные или подсознательные, или еще как-то, они это понимают. Ну, 50 на 50 получилось. Ну, да, ну, в принципе, ты угадал, да. Если бы ты, я думаю, вживую пообщался, я думала, было бы 100. Смотри, а мужчинам-то вообще женские оргазмы нужны? Ну, я говорю про эго. Это чисто только про эго, что я довожу ей кайфово. Ну, и так девочкам лайфхак. Вот, допустим, она с мужчиной не испытывает со своим оргазмом, но при этом его очень любит, хочет, чтобы у них получились отношения. Что ей делать? Приходит, говорит, дорогой, ну вот такая ситуевина. Да, если такая история, что можно здесь порекомендовать? Во-первых, первое, надо обратить внимание на три вот этих аспекта, и про них просто спокойно пройтись. Первое, если она раньше кончала, задать себе вопрос. Это вопрос физиологии. Бывает так, что у меня девочки говорили, мне не нравится запах. Ну, запах ее отталкивает, и все, она не может расслабиться. То есть тут надо посмотреть, первое, физиология. Подходит ли половой орган, там, не подходит ли, да. Дальше мы проходим к психологии. Если психология, хочу ли я слишком ему понравиться, боюсь ли я произвести плохое впечатление или нет. И третье, это техника. И это история про то, может быть, он кончает так быстро, что он не успевает ее стимулировать, да, что он просто не успевает ее завести. Слушай, об этой теме, об этой теме, теме скорострелов смотрите в следующем ролике. Окей, но у меня к тебе встречный вопрос сначала. Давай. Вот я же со стороны мужчин все-таки, да? Ты сейчас говоришь о том, как девочке сказать корректно, намекнуть парню, что ты знаешь, я с тобой не кончаюсь, знаешь, что его это может обидеть, да, там, или как-то там. А у меня к тебе такой вопрос. А как парням, вот нашим зрителям, понять, что его девушка симулирует? Мы не готовим с Викторией заранее некоторые нюансы, чтобы это действительно было для вас интересно. Тут целый набор симптомов, ну, несколько распространенных. Если девушка издает звуки, достаточно легко понять по звукам, настоящие они или фальшивые. То есть она прям перебарщивает? Даже дело не в том, что перебарщивает. Если у тебя оргазм настоящий, и ты во время него кричишь, это обязательно будет очень высокий звук, потому что ты дышишь часто в верхнем диапазоне. Это будет такое... То есть, короче, когда мы кончаем, мы пищим. А когда такое в духе шеростон... Да, да, то есть вот, 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 послушайте в порнухе. Вот это вот стопроцентно стимулированный оргазм, который грудью такой красивый, такой... О, да, давай, жеребец. Уф, да, вот, если девушка вообще во время секса может низко говорить, значит, она уже, как бы, не в той весовой категории, да, не в том состоянии. Ну, естественно, если ты обращаешь внимание, там, на сжатие, есть оно или нет. Сокращается у нее что-то или не сокращается, если она... Парням объясни, они не понимают, что там сокращаться у нее должно. Вообще сокращаться может абсолютно все. То есть, ну, в любом случае, в оргазме же правильно. Тело в тонусе, оно все в тонусе. Живот будет напряжен и может дергаться. Да, живот, вагина, может быть, ноги, ну, все будет практически в тонусе и напряжено. То есть, первое, ребят, это история про то, что вот этот красивый звук, это не то, да, скорее всего, это будет писк, виск там какой-то, да. И очень внимательно обращайте внимание на тело, да, на язык тела, на ее тонус пресса и ног. Если она лежит как квашня, как бы, это значит сто процентов, если она вот так вот. Потому что оргазм – это всегда сокращение, связанное с внутренним и мышечным напряжением. Да, да, это когда напряжение достигло апогея, грубо говоря. Ну и сюда можно что, наверное, еще из своего опыта? Это ее увлажнение, да? Да, ну, знаешь, блин, многие девушки могут увлажниться, но, да, но как бы из уважения к хорошему человеку можно и увлажниться иногда. Как это? Я не знаю, ну, так получается, ну, короче, не всегда лубрикас. То есть под симуляцией можно попытаться и самую увлажниться? Нет, так ей может быть офигенно, может быть ей кайфово, но кайфово не до оргазма. То есть она может быть возбуждена, и она как бы лежит, ну, да, возбуждение вот на такого. Просто я про то, что иногда оргазм сопровождается более обильным увлажнением, тогда ты тоже не просимулируешь это, или это можно? Да, да, но просмирь позднее. Окей. Давай вернемся к этому вопросу. Спасибо тебе большое за рекомендации, да, на что обратить внимание. Они ребятам, да, спалили, да, фишку девчонок? Палили. А есть еще какая-нибудь фишка, которая может спалить? Ну, если она сразу потом вскочила, не знаю, это лично меня, может быть, все-таки у разных девушек по-разному, вот я сразу никогда не вскочу после оргазма. Потому что кружится, потому что пить хочется, да? Да, 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 подлежать минут 5 точно. Наверное, попить, да, вот у меня что-то тут девчонки пить просит все время, да, они говорят, да, попить я не могу. Как бы хейсмург ты сразу не будешь проверять. Да, то есть попить, скорее всего, кружится голова, лежит, да. Если она вскочила и пошла, да, да, то, скорее всего, это лажит. Потому что там же гормоны выбрасываются, там же вот это вот головокружение, сухость во рту, да. Да, в принципе, размазывает после очень такой хорошей силовой тренировки. Ну, да. Похожие симптомы. Да, то есть сильное было напряжение, потом бац, выбросил, она не будет бегать. То есть спасибо. Хорошая рекомендация. Давай теперь к вопросу, который ты задала. Да, да. Давай теперь ты расскажи, как парня мягко подвести к той мысли. Как парню сказать. Да. Ну, опять же, тут надо смотреть, опять же, что первично. Либо он не достает, понимаешь, если у него член не достает, да, а у нее матка поднята, и он просто не попадает, и прежде парень все-таки попадал, тут уж надо понимать, что либо она об этом говорит, но она ему не нарастит 2-3 сантиметра. Либо она будет принимать решение об этом молчать, либо она будет принимать решение как-то по-другому пытаться это сделать, например, перейти на стимулирование клитора. Нет, допустим, нормально у нее все сантиметрами, да, допустим, ее бы вполне устроило, если бы он, не знаю. Знаешь, если у него все нормально сантиметрами, и они физиологически подходят, то тут два варианта. Либо она все-таки не может расслабиться с ним, потому что это психологический момент, либо он просто тупо не дорабатывает. Ну смотри, то есть если у девушки, допустим, свои тараканы, блоки, зажимы, она приходит к психологу, их прорабатывает, кончает и радуется жизни. А если это косяк парня, и ей не хочется его обидеть, сказать, что знаешь, доработаешь. Косяк парня по поводу недоработки? Да, недоработки. Как ему сказать об этом? Я считаю, лично мое мнение, и профессиональное, и мужское, что говорить надо. Здесь можно просто тактично сказать ему, что ей бы хотелось дольше, и поговорить о том, что бы ей хотелось. Другой вопрос, понимаешь, я уверен, что любая девушка может подобрать слова. Вопрос в том, почему она боится. Понимаешь? А если бы ты была моей клиенткой, я бы тебе сказал следующее. А что ты боишься, что ты скажешь, что он кончает быстро, или тебе хочется дольше, или тебе хочется туда-то, или так-то. Вот что будет, какие последствия? Мы же боимся не самого факта сказать, понимаешь? Обидеть, например, человека. А обидеть – это последствия. То есть с точки зрения когнитивной терапии ситуация выглядит так. Я боюсь, что если я издам такие-то звуки и скажу ему о том, что я бы хотела так-то, будут такие-то последствия, и это ужасно. То есть отсюда мы работаем с последствиями. То есть если ты научишься понимать, что я скажу вот это, и последствия не такие драматичные, не так это ужасно, я надеюсь, что он не расстроится. Если он расстроится, то, блин, ну это его как бы история, да? То есть работать с последствиями. То есть девочкам можно задать такой вопрос – а чего я боюсь? Что для тебя первично? То, что ты его боишься потерять, или то, что для тебя важно получить вот это вот взаимное удовольствие? То есть надо ставить приоритеты. Если ты не начнешь говорить эту историю, то ты точно не начнешь испытывать оргазм. Будешь вот страдать и тянуть, а потом все равно к этой теме придет, либо не придет, но ты как бы подомнешь расставание, ну под другую тему, якобы ты ему не соответствует. Стоим друг к другу, да? Вот. Но вся тема была такая. А если ты начнешь говорить, то у тебя есть шанс, что он будет все вот так вот негативно, да, и он расстроится, либо есть шанс, что он исправится. Согласна? Согласна, но понимаешь, вот не слышал ты мужских перлов, которые они выдают, когда ты ему такую информацию озвучиваешь. Вот приведу тебе пример. Девочка подходит к мужу и говорит, что знаешь, а вот так получается, что вот у меня как бы оргазм, ну с тобой как-то вот, ну не могу. На что он ей отвечает. А, ну ты не парься, не комплексуй, не переживай по этому поводу. Ты же женщина. Женщины они редко, вообще редко. Это нормально. Это абсолютно нормально. Тебе не надо переживать из-за этого. Я тебя не буду меньше любить. Ну, это исключительно проблема этого человека. Все-таки я сторонник откровенности. Я сторонник прямолинейности, да, и в личной жизни, и в терапии, и вот в развитии отношений. Ну, а напоследок, как думаешь, отношения без оргазма вообще имеют будущее какое-то? Если женщина, все зависит, во-первых, от возраста и от перспективы отношений. Если женщина готова пожертвовать качеством секса ради того, чтобы быть именно с этим мужчиной, я думаю, что женщина, наверное, я хоть и не женщина, но как мне кажется, что некоторые девушки могут на это поедать. Да, многие сейчас не. Если, ну тогда мужчина, простите, должен быть достоин этого, согласись? Да, да. Если он как бы туда-сюда вообще никуда, не пришей рукав никуда, и ради него еще жертвовать этим, то тут вопрос много возникает. Если он действительно заботливый, умный, тактичный, состоявшийся, отличный отец, перспективный там этот, то тут уж вот как бы просто девочке надо стратегически мыслить. Если он и ни рыба, ни мясо, еще и додолбить тебя не может нормально, то вопрос тогда, что ты с ним вообще делаешь. Поэтому, подводя тему оргазмов, давайте еще раз. Есть история физиологии, есть история психологии, есть история техники. Вот мы сегодня вам постарались показать о том, что бывает, да. Тема психологической энергозмии будет раскрыта очень полно в нашем совместном с Викторией вебинаре. Следующий ролик у нас. Скорострелы. Да, и что с ними делать, почему так бывает, как объяснить, что вообще, почему парни быстро кончают и так далее. Поговорим, да, о ленивых мужчинах. Ладно, спасибо за внимание. Да, оргазмов вам много. Легких, мощных, хороших. Частых, мокрых. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал Невроза Мегаполис. И на мой канал подписывайтесь тоже. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...